История россиянки, перебравшейся в Германию дегустировать вино люди из жизни. Полночь 2, 18 февраля 2020 года три месяца я пахала в поле с поляками история россиянки, перебравшейся в Германию дегустировать вино. Фото, собака Анна и Шоми. Анна уехала в Германию учиться по необычной программе, посвященной винному бизнесу. Ей пришлось не только приспосабливаться к заграничной жизни, но и спасаться от преследований бывшего мужа. В рамках цикла материалов о россиянах, перебравшихся за границу, лента.ру публикует ее историю о жизни в разных немецких городах. Переезд. В Германию я собиралась давно с детства учила немецкий. Правда, не очень успешно. Моего уровня подготовки хватало только на то, чтобы представиться и рассказать, откуда я родом. Чтобы поступить в институт в Германии и учиться на немецком, требовалось как минимум года три языковой практики. Впрочем, для иностранных абитуриентов и так обязательно наличие как минимум трех оконченных курсов университета, так как у нас в России нет «Осбелданг», которое предшествует высшему образованию в Германии. Поэтому для того, чтобы поступить там на бакалавриат, обязательно получить диплом бакалавра здесь. Что я, собственно, и сделала, окончив политехнический университет и став бакалавром лингвистики. Мой немецкий от этого лучше не стал, поэтому программу обучения я искала на английском. Фото, собака Анна и Шоми. «Спасибо моим любимым и дорогим родителям, которые не только годами копили деньги на мое обучение, но и взяли на себя заботу о моем сыне, который родился, когда я получала первое и высшее. Вообще говоря, я могла бы взять сына в Германию, так как по студенческой визе человек имеет право взять с собой двух членов семьи, но бывший муж наложил запрет на выезд ребенка за границу. Более того, он узнал, что я поступила на обучение за границей и подала документы на студенческую визу, и стал меня шантажировать, что визу я не получу, потому что ребенка вывезти он мне не даст. Дошло до того, что бывший муж сходил в консульство и сказал им, что я собираюсь вывезти ребенка нелегально, поэтому визу мне давать не надо. На тот момент я уже съездила в Германию, отвезла оригиналы документов, получила студенческий билет и проездной, оплатила первой семестре и ждала начала занятий. О визе, документы на которую я подала месяц назад, известий не было, и это при том, что обычно для студентов ее делают в течение трех недель. На мои сообщения консульство также не отвечало. В итоге я поехала на обучение поимевшейся у меня тогда шенгенской визе. В принципе это запрещено, но я подумала, что как-то смогу уладить вопрос о визе на месте. Но там сказали, что первую визу я должна получить в России и затем поменять ее на вид на жительство в Германии. Бывший муж продолжал писать, что визу я не получу, пока не подпишу мировое соглашение по ребенку. Так и получилось. Учеба. С горем пополам получив злосчастную визу, я начала учиться. Сразу скажу, что главный принцип в немецком вузе упор на самостоятельные занятия. На занятиях многое объясняют и рассказывают, но если ты ничего не делаешь дома, сдать экзамен будет проблематично. Потому что на экзамене дают сразу все, что было за семестр, не указывая темы, не давая билетов, не делая никаких поблажек. Устно выехать на хорошую оценку тоже не получится, все экзамены строго письменные. С моей специальностью большую часть обучения составляли винные дегустации. Мы изучали различные винодельческие регионы, особенности виноградных сортов, тонкости производства и делали множество проектов по внедрению продукта на международные рынки. Группа у нас состояла сплошь из иностранцев из Бразилии, США, Армении, Италии и Аргентины. Из России была я и еще две девочки. Мы быстро подружились и до сих пор общаемся, как и со всеми остальными. На подобной программе границы стираются, а сдобренные живым немецким вином посиделки не оставляют места для межнациональных разногласий. Фото, с Абаканной Шоми во время летней практики я подтянула немецкий до уровня «Могу ли я вам помочь?» и стала искать работу. Было очень тяжело, потому что везде требовалось знание языка на уровне не менее. А я не была уверена в своих силах. Мне дико повезло, со своим уровнем я устроилась на работу в «Гучи» помощником продавца, потому что им требовался персонал со знанием русского. Работала 3-4 дня в неделю, совмещая работу, учебу и поездки в Россию. Платили очень хорошо, это определенно была не студенческая зарплата, и я перестала чувствовать стеснение в финансах. В какой-то момент я стала свободно изъясняться на немецком и часто слышать, что мой немецкий совсем без акцента. Мой секрет На немецком – полное погружение в среду и минимум общения с соотечественниками. Свою лепту в развитие моего немецкого внес бывший парень-немец, с которым я познакомилась еще в начале обучения. На третьем курсе мне требовалось пройти еще одну обязательную практику, на этот раз в крупной компании, с непосредственным упором на предмет изучения винной рынки. Практику я искала долго, и если с немецким проблем уже не возникало, то вставал в вопрос о деньгах. Для прохождения практики мне пришлось бы уволиться и на три месяца переехать в другой город. Фото – собака Анна и Шоми. Во время практики и диплома я устроилась еще на две работы, потому что, как и полагается, практика в Германии оплачивается по минимуму. Днем сидела в офисе, а вечерами работала в винном баре и в ресторане одной из гостиничных сетей. Какое-то время у меня не было выходных вообще, ни времени на себя, ни на личную жизнь, но зато были деньги на поездки в Россию к сыну. В июле 2019-го я наконец окончила университет, и из трех работ у меня осталась только одна в винном баре. Это не было работой-работой, а, скорее, образом жизни. Мои начальники стали моими друзьями и гамбургской семьей. В целом этот период стал для меня очень комфортным. Расписание позволяло спать до полудня, днем появилось много свободного времени. Однако при всех достоинствах эта работа не позволяла мне получить дальнейший вид на жительство, поэтому я стала искать новую. На поиск работы ушло около четырех месяцев. Мне требовалась вакансия, непременно связанная с вином, поэтому круг возможностей значительно сужался. Но в другой сфере я работать и не хотела. Работа и цены. У меня было несколько собеседований, а в ноябре меня пригласили в Райнфельдин-город на границе со Швейцарией. После двухчасового разговора со мной сразу подписали контракт. Первого января я переехала, а седьмого января начала работать. Теперь я менеджер по продажам в компании, которая импортирует швейцарские вина. Продукт непростой. Цены на вина из Швейцарии для немецкого потребителя кажутся запредельными, потому что начинаются от 15 евро за бутылку. Такая цена вытекает из производственных особенностей, потому что швейцарцы перерабатывают материал несколько раз, если партия не удалась. Работа обещает быть сложной, но интересной. Квартиру в Райнфельдине я искала долго и взяла, что попалась, но дешевле и не была эта особенность региона. Здесь много немцев, которые работают в Швейцарии и получают высокую швейцарскую зарплату. Вот арендодатели и подогнали цены на квартиры подшвейцарские. В квартире добавляются другие обязательные платежи типа Netflix и мобильного телефона. За связь плачу 35 евро в месяц, потому что расходую много гигабайтов интернета. Фото, собака Анна и Шоми. На еду у меня уходит где-то 100-150 евро в месяц это на продукты из супермаркета. Я люблю вкусно поесть, поэтому в Гамбурге часто ходила по кафешкам и ресторанам. Работая в ресторанной сфере, привыкаешь к вкусному, поэтому все время хочется пробовать новое. Средний чек в хорошем немецком ресторане 20 евро с человека, это без вина. В китайских кафе можно и за 13 евро хорошо пообедать, блюда стоят от 8 евро. Макдональдс намного дороже, чем в России, но дешевле, чем качественные рестораны. За меню с Бигмаком я плачу 7,19 евро. В целом фастфуд обычно не дороже 10 евро за обед. Мои коллеги, как я заметила, экономят и приносят на работу сэндвичи, купленные в ближайшей пекарне. Хотя такие бутерброды тоже стоят от 3 до 5 евро. По работе я бывала и в дорогих ресторанах, где уже на четверых выходил в 450 евро. На проезд я трачу 65 евро в месяц, это месячный проездной для моего региона. Остальное по-прежнему откладываю на билет в Россию, и не могу сказать, что со студенческих времен в моем кошельке сильно прибавилось денег. Но это из-за квартиры, думаю, мне все равно придется съехать. Глупо отдавать половину зарплаты за жилье, где только спишь. Время от времени просматриваю объявления об аренде в надежде, что попадется что-то дешевле, но пока безуспешно. В целом я довольна своей жизнью и новой работой, и нахожусь в предвкушении, как будут развиваться события дальше. Осталось только снять запрет на выезд и вывести сына, но на эту тему надо будет писать отдельный роман. Больше истории о жизни россиян, переехавших в другие страны, в сюжете «Русские за границей». Если вы хотите рассказать свою историю, отправляйте письма на электронный ящик. LifeAtlantica.ru Подготовила Екатерина Климушкина